всем привет хочу сегодня показать еще некоторые свои фаленопсисы которые растут и цветут в моей коллекции перед вами сейчас как вы можете видеть корни сервер это второй раз он уже цветет у меня первый раз был в прошлом году он свел только на одном цветоносе а в этом году как вы можете видеть у него второй цветонос также выпустил уже бутоны и есть еще вот этот третий который продолжает наращивать свой цветонос не знаю сколько здесь будет бутончиков но надеюсь что тоже два хотя бы и цветение в этом году как я уже сказала будет немножко пышнее и интересней при получении я его также определила в систему с просушкой на некоторое время ну а ближе к лету насколько я помню я посадила его на блок на блок и вот таким образом уместила в вазу и вы не поверите на самом деле прямо волшебство расти растение стало лучше ему намного больше именно на коре не в подвесном виде и конечно же не оставила заблуждать рост как листьев так и корней очень хорошо развивается я очень рада тому что я наконец-то третьего раза приобретя это растение увижу его красивое цветение и конечно же снова узнаю аромат потому как аромат у него действительно очень стойкий и достаточно распространяющийся на комнату не скажу что очень стильно и долго его держит но нормально мне хватает в общем что хочу сказать сейчас нет солнечных дней у нас и поэтому аромата немножко меньше но тем не менее он есть каждый раз когда подходишь к полочкам особенно ты можешь его ощутить сейчас он стоит у меня под лампами но а в другие дни когда есть солнце на него попадают полуденные такое жаркое хорошее солнышко и конечно же я притеняю притеняю я все свои растения я уже говорила если это пол двенадцатого у меня закрыты окна на легкую тюль и конечно же они у меня так стоят до 4 где-то может быть до пол четвертого когда как солнце спрячется все зависит от того какое время года вот такой красивый цветочек мне он очень нравится переливается прямо лаковый красивое цветение фаленопсиса и ждем когда распустится все остальное корни как вы видите в порядке и даже в вазе чувствует себя неплохо а следующее растение это уже цвёвший у меня индиго блуна индиго ред вот такой корневой на сегодняшний день это 5 февраля 2019 года и я хочу вам показать краткий вот такой эпизодик как он свел в прошлом году у него было всего три цветочка один за другим они появлялись и увидали жаль конечно что он не удержал хотя бы два одновременно и я бы сфотографировала и показала вам но ничего страшного надеюсь что это цветение у нас будет немножко другим вы можете видеть прошлом году вот у него даже много много стока было хэппи степи его называют и корни соответственно вот такие были в прошлом году также в системе с просушкой все еще растет чувствую себя в принципе неплохо во всяком случае по его листьям я могу судить и по росту того что он вырос немножко ширь значит ему всего хватает как удобрение так и освещение хотя стоит он у меня на самом деле далеко от солнца то есть таким тоненьким листиком вот как у него я считаю даже не нужно прямые солнечные лучи или очень яркого солнца вот с этими листиками он ко мне пришел вы видите они немножко другого цвета и окрасно а уже те что выросли у меня более насыщенные и более зеленые ну и радостная новость конечно же это то что здесь также идет цветонос надеюсь вам будет его видно сложно сфокусировать но я постараюсь не знаю что там снизу у нас под этим же листом то ли цветонос то ли еще один корешок будет это уже будет видно через может быть недельки 2 и говорю еще раз продолжает расти у меня в системе с просушкой я безбоязливо оставляю свои растения таким образом потому как еще расскажу у меня дома очень тепло и даже то что они касаются как вы видите стекла не мешает им дальше продолжать расти корни не замерзают чувствует себя вполне даже ничего при правильной посадке что называется или правильном уходе я бы больше сказала растение всегда будет чувствовать себя хорошо и покажет себя во всей своей красе ну а наблюдение в течение года и естественно влажность освещение нужны обязательно для того чтобы понять как же растению лучше развиваться ну и чем его подкармливать конечно же соответственно перед вами сейчас еще один мой фаленопсис это фаленопсис вот такой красавец который свел у меня также в 2017 году все его знают литл ван это вандопсис сидея жапоника на парише ай вот такой он уже большой был у меня конечно же в два раза меньше и на сегодняшний день корневая у него просто замечательная также растет у меня все еще в системе с просушкой я о нем рассказывала потому как именно это растение очень хорошо переносит хорошие просушки но 5 дней для него не так много особенно если учесть что у меня влажность всегда хорошая вот такой у нас старый цветонос вы видите он отсох я его даже не трогай пока сам не отвалится у нас утолщается так скажем стебель что меня очень радует потому как это значит что растение крепнет ну и конечно же цветение будет немножко уже другим скорее всего даже пышнее по листику вы можете определить что это то самое растение если кто-то сомневается и сейчас конечно я за ним наблюдаем я жду очень хочу увидеть также его цветы потому как они напоминают очень многим курочку рябу и сказки ну в общем очень все красиво и замечательно мы за ним смотрим и ждем его цветение солнечные дни совсем не за горами поэтому я его передвину немножко наверное для того чтобы дать ему возможность набрать силы уже для цветения если у кого-то есть вопросы по поводу этой системы и какие-то подробные конкретные я бы сказала вопросы я обязательно могу вам ответить на них либо в сообщениях либо в комментариях либо на свою почту и следующее растение это пульчерима или пульхерима вариация алба это белые желтые цветочки я тоже ее много раз показывала здесь мама с деткой детка уже вот так здорово подросла они также расширяются что называется вширь растут корни у нас были закукленные некоторое время его только недавно буквально может недели две как начали расти снова это я про стене сказала что очень медлительная не вижу что во всяком случае она выросла очень быстро за период того времени что она у меня а это может полтора года она действительно подросло да но корни медли медленнее растут чем листва то есть вершки лучше поддаются росту чем так скажем подземная часть корни растут это главное и конечно же будем ждать наблюдать и пока я не буду отделять сначала у меня было желание очень прям рука чесалась отделить детку от материнского но потом я передумала пусть пока так побудет если что всегда это можно сделать в любой момент ну и следующее растение которое растет у меня в чистом керамзите это сапфир многие его желают это самый желанный цветок наверное в коллекцию потому как он очень красивыми голубыми цветочками цветет ну и я естественно не оказалась исключением и купила его тоже растет у меня уже тоже год по моему даже если не больше может год с чем-то и есть у нас рост нового листика хорошие корешки некоторые корешки которые вылезали уже из вазончика я конечно же надломила но это не страшно каждый раз доставая оттуда мне приходится конечно его цеплять но ничего страшного говорю еще раз я в порядке он тоже как вы видите дальше продолжает расти расширяться ну и наращивать корневую и листовую массу красивые корни мне нравится за ними наблюдать цветение будет впереди я уверена пока растение окрепнет пока она подрастет достаточный уход в течение больше чем года только потом она может себя хорошо проявить это еще раз для тех кто не знает как долго адаптируется тот или иной цветок всем большое спасибо за просмотр за ваши комментарии и конечно же за просмотры желаю всем хороших выходных недели дня или вечера всем пока пока что вы видите